И это большое счастье. И я думаю, что талант его, талант не то слово все-таки. Его гений тоже как-то громко очень звучит. Его душа настолько богата и обширна, что она не умерла. Она живет у него дочери, которая тоже композитор, Оля. И она писала вместе с ним кое-что. Его внуки тоже музыканты. Так что видите, как распространяется все талант, гений одного человека на все окружающие. И я убеждал, что кто-то из слушавших его музыкальные опызы, будь то легкая музыка, песни или это симфонические произведения, или там оперные, заразился его музыкой, несомненно. И кому-то стало легче жить после того, как он послушал музыку Петрова. Я думаю, что, наверное, я тебе еще много говорю, но я могу про Петрова говорить-то больше, больше, больше и больше. Но времени у нас, к сожалению, ограничено, потому что вас ждет фильм «Небеса обетованные», в котором я пытался сыграть человека. Вот он композитор, сам этот человек, пианист, которого посадили во времена советской власти. Ну, каждый десятый сидел, естественно, как-то. У меня знакомый, например, изобрел самолет, который во время Великой Отечественной войны стал лучшим самолетом на войне. Ну, его за это расстреляли тут же, хотя самолет воевали. У нас была такая жизнь. Сейчас мы о ней ностальгируем сильно и говорим, что этот палач был хорошим менеджером. Ну, пусть это будет на нашей совести. Да, так вот, поскольку сейчас времени остается довольно мало, я просто хотел бы сказать о том, что мой композитор, в котором я играю, отсидевший в тюрьме, потерявший все, абсолютно, кроме слуха, умения играть на рояде. Живущий на чужих дачах зимой, никто об этом не знает. И все остальные окружающие его тоже, в общем, полубомжи, бомжи под землей живут, где-то там, в традиционных люках, где-то, да. Мы хотели вызвать к ним сострадание. Хотя они довольно смешны, нелепы, глупы иногда, нагады. Но вызвать к ним сострадание. И мне казалось, что тот образ паровоза, который взлетает на воздух, а не на этом паровозе летят по воду, это такая вспоминальная молитва и благословение тем людям, которых мы видели на этом самом экране. Если моя надежда на то, что, посмотрев эту картину, кто-то, что-то, чуть-чуть кого-то зацепит, ну, это самое главное, ради чего я и все мои товарищи, мои режиссеры снимались в одной картине. Потому что, как сказал один мой персонаж, которого я играл в фильме «Мастер» и «Маргарита», он, глядя на зрительный зал, как я сейчас сижу, он смотрит на людей и говорит такую фразу. Это Волод, который живет уже около пяти тысяч лет. Он говорит, ну что же, люди как люди. Ну, да, люди как деньги. Ну, как всегда, в общем, напоминают прежних. Да, и милосердие подчас стучится в их сердцах. Квартирный вопрос только испортил их. Вот нас всех испортил квартирный вопрос. Особенно сейчас. Это длится уже восьмой десяток лет. Мы испорчим. У нас, из нашей страны, выгнаны были лучшие представители нашего народа. Я не о национальности тоже, а о народе вообще. Помните, два корабля ленинских, лучшие философы, поэты, музыканты, были выброшены из России куда-нибудь. Помните судьбу, допустим, того же Маяковского, который вынужден был застрелиться. Или, допустим, Бродского, которого вышел. Или Цветаеву, который повесился. Любой человек, который выделялся над толпой, голову отрезали. Не выделялся особенно. Под общей ликованием всех нас, всей нашей толпы. И наше искусство сейчас, на мой взгляд, и музыкальное, и театральное, и кинематографическое, прежде всего призвано было быть для того, чтобы каким-то образом воздействовать на всех нас и создать почву для того, чтобы выросли те самые похожие на людей люди, которых не испортил квартирный вопрос. Это самое главное. Поняли, о чем мы говорим? Вот об этом картина. Хотя в прямых там никаких алюзий нет. Я хотел рассказать об композиторе Андрея Петровна. Мне кажется, для нашей беседы я рассказал довольно много о нем. Сказали, что он был обалятельный, красивый человек. Легкий в общении. Никогда не испытывал рядом с ним, знаете, тяжести общения с великим композитором. Но он был абсолютно рядом человек, который так же, вот как мы, так я сидим и разговаривали. Он же великий композитор, а этого не чувствовалось. Даже как не чувствовалось в его современниках. В Александре Володине, такой писатель, да? Или там Викторе Канецком, я беру, ленинградца. Не чувствовалось. Обычные люди. Вот был таким же великий композитор, великий композитор, любимый всеми обычный ленинградец. Виктор Петрович. И спасибо большое Господу Богу, что он столкнул меня с этим человеком. Свел меня. Ну, недостаточно мы были близки, но все-таки я присутствовал рядом. Иногда был рядом с ним, наблюдал моменты его творчества. Вот, пожалуйста, и все. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, я пока отвечу. У меня есть кто-то вблизи на пять номеров.